вот значит с первым кожухом закончил по второму должен здесь конечно более гладкая поверхность поднутрения каких-то нету особых выраженных обрабатываем полностью по периметру здесь снимаем острые углы ну и какие-то торчашки здесь все-таки убираем допустим пузырьки которые образовались чем мне нравится еще работать с эпоксидной смолой но первое основное это преимущество то что она не пахнет это раз то очень обязательно на ваше здоровье очень сильно влияет на не токсично второе она минимум имеет минимальную усадку это тоже немаловажный фактор при изготовлении силиконовой формы если ваш жестких кожух даст усадку его каким-то образом поведет примеру процессе изготовления то что может быть ваша плоскость разъема 1 относительно в другой не совпадет может быть и форму ваша может бежать если ваша форма процессе заливки побежит это очень плохо то есть все что вы делали это придется потом исправлять исправлять подтеки силиконовой формы это не вы не представляете сколько самом деле требует ваш от ваш сил усилий стараний труда времени лучше по моему новую сделать чем мучиться с исправлением потому что раз попробовали снова бежит два попробовали это отрицательный результат он сильно убивает прогрессию так что эпоксидная смола хоть сколько бы она сложности ими создавала в дальнейшем при обработке первое она не пахнет второе она дает минимальную усадку или не дает ее вообще ну и жесткие кожухи которые получаются из эпоксидной смолы они гораздо тверже то есть если полиэфирка она играет то есть они более эластичные не деформируются и возвращаются с более упругие свое первоначальное положение то жестких кожух из эпоксидной смолы он вообще что не играет он не сминается он достаточно жесткий очень прочный и остатки смолы которые стекли с вертикальных поверхностей образуют здесь достаточно толстую стенку которую вообще практически не деформируют процессе заливки потому что если мы отливаем на станке как правило формы подобного типа мы изготавливаем подстанок то на них действует силы стяжки когда мы притягиваем нашу форму в таком положении притягиваем ее к станку первое мы закрываем ее крышкой и в итоге наша форма получается и закрытой и зафиксирована на станке два плюса но в результате очень большое натяжение давления идет на саму силиконовую форму если жесткий кожух будет недостаточно жесткий эти две половинки относительно друг друга разойдутся у вас будет очень большой шов это плохо вот эпоксидная смола все таки она не позволяет чтобы деформировался ваш жесткий кожух то есть она достаточно прочная и при этом очень легкая это конечно безусловное преимущество сейчас снова обрабатываю все это по периметру прохожу все места и потом покажу как разметить и отпилить все лишнее